Дорогие друзья, вчера мы подняли вопрос, если вы помните, что один человек, он побывал в зоопарке, и когда человек видит обезьяну или он видит слона, он должен сказать благословение. Обезьяна, она на самом деле имеет много сходства с человеком. Там между обезьяной и человеком есть 0.3% разница в ДНК. 99.7% или 99.3% обезьяна и человек, их ДНК сходится. Поэтому, когда человек видит обезьяну, он должен произнести благословение. И то же самое, когда видит он слона. И один человек, он пришел в зоопарк, и он видит, что слон, вот так он лежит, он думал, что этот слон спит. И он сомневался в сердце, если слон спит, можно ли произнести это благословение или нет. И он сказал в сердце, какая разница, если этот слон спит или нет. И он решил сказать благословение. И потом он узнал, что это слон, оказывается, он не спит, он мертвый. Что-то случилось, или он заболел, и он умер, он погиб, он сдох. А теперь этот человек, он не знает, если он произнес имя Бога напрасно. И если он увидит другого слона в этом зоопарке, должен ли он заново сказать это благословение или нет. Смотрите книгу Шеэлют Учвот Аз Нидбору, том 2, глава 4, что нельзя говорить это благословение на мертвую обезьяну или на мертвого слона, потому что это уже не считается, что за то, что он уже считается неживым, нельзя говорить это благословение. Есть книга, которую написал Рабай Барух Афштайн, книга называется «Тофи Сефет Браха», глава Башалах, страница 301, что два брата, они между собой поссорились. Сколько мы таких братьев, к сожалению, знаем, сестер, которые годами не разговаривают, по 20 лет, по 10 лет, и ушло, делают в разных местах. Он делает папе в этом ресторане, тот делает в другом ресторане. Несколько таких семей я знаю. Один брат, он разозлился на своего брата, и он поклялся, что он больше на него не посмотрит. Он поклялся, говорит, я больше на него смотреть не буду. И что стало? Что случилось? Что случилось? Этот брат умирает. Один из братьев умирает, и теперь того брата, который поклялся, что он больше на него смотреть не будет, говорит, его позвали в похоронный дом, чтобы он на умершего брата на глаз поставил песок и чтобы он с ним попрощался. Но он говорит, я не могу туда пойти, потому что я поклялся, что я больше на его лицо смотреть не буду. Но его брат уже умерший, можно ли ему посмотреть на лицо умершего брата, что с ним попрощаться или нет? Во-первых, мы должны знать, что на умершего смотреть это нехорошо. Ну, Гмара говорит, кто смотрит на лицо умершего, это плохо для его памяти. То, что много людей, особенно у Ашкеназов, они перед тем, как начинает сервис, похоронный дом, они зовут и целый час там люди приходят и смотрят на умершего, и он так вот так лежит, много раз он надет в костюмы, они ему разные делают, мейкап делают. Я когда иду в похороны дома Ашкеназов, я уже долго у них не был, но я им ничего не говорю, потому что, к сожалению, уже они это делают много лет, и их тяжело остановить. Они не знают, что на умершего надо надевать саванн, то, что его надевают в костюм и делают ему мейкап, как будто он свеженький лежит. Это Тора не одобряет. И когда мы начинаем сервис, мы когда проводим умершего в последний путь, когда я начинаю выступать, я прошу, чтобы они этот гроб закрыли, потому что они держат гроб открытым, вот. И приходят родственники, они прощаются, цветы приносят разные. На умершего смотреть нельзя, по идее. Если вы доктор, у вас есть хорошая причина, почему вы хотите посмотреть на лицо умершего, тогда вам разрешается. Но смотреть долго на лицо умершего или сделать из него экспонат, чтобы люди приходили на него смотрели, Тора категорически это не одобряет. Запрещает категорически. Они его хоронят так, в этом костюме. Поэтому я не согласен с тем рассказом, которые говорят, что семья Райхмана. Райхманы говорят, этот рассказ младший папа никогда не делал. Вы уже на поминках слышали миллион раз этот рассказ, что один миллионер, миллиардер, точнее, у него 10 миллиардов долларов, у него большие здания. Он сказал детям, дети, я умираю, и когда я умру, я вам оставляю два письма. Это письмо номер один, это письмо номер два. Как только я покину этот мир, я хочу, чтобы первое письмо открыли. На самом деле их папа умирает и оставляет им очень и очень большое богатство. Они открывают первое письмо, а в этом письме написано, дети, я вас очень прошу, мое завещание, чтобы вы похоронили меня, и я оставляю вам новые носки, чтобы вы в этих новых носках меня похоронили. И потом что случилось? Дети, они идут к Рабаю. Рабай, наш папа завещал, чтобы мы его похоронили в новых носках. Кроме того, что мы на него наденем белый саванн, он приготовил черные носки, чтобы мы на него это надели, и чтобы мы его похоронили. Рабай говорит, я, если будете так делать, на похорону не пройду, нельзя этого делать. Сколько бы они ни умоляли, Рабай сказал, нельзя, и я ничего не могу поменять. Закон не закон, что нельзя человека хоронить в носках, надо только на него надеть саванн, и все. Что случилось после этого? Они папу похоронили без носков, хоронили его, как все хоронят, и через неделю, как папа завещал, откройте мое второе письмо. Во втором письме что было написано? Дети, вы видите, я оставляю вам 10 миллиард долларов, у меня были большие здания, я имел много-много денег, и даже я с собой носки на тот свет не смог забрать. Поэтому уважайте друг друга, любите друг друга. Вы этот рассказ слышали или нет? 50 раз или 100 раз? Я уже устал этот рассказ слышать. Или сколько раз вы слышали рассказ, как внук говорит, дедушка, а когда ты умрешь? Он говорит, я умру, когда ты умрешь. Слышали этот рассказ? Да. Что, вы никогда не слышали? Он никогда не слышал. Я слышал. Я миллиард раз это слышал, я уже устал это слышать. Когда я это слышал, я уже уши закрываю. Что расскажите? Я не хочу этот рассказ вспоминать. Ай, работай. Значит, я почему с этим рассказом не согласен? То, что он говорит в носках похоронить. Я считаю, что это выдумка. Я считаю, что этот рассказ никогда не произошел. Просто кто-то выдумал и его используют. Вы думаете, если их папа их оставил 10 миллиард долларов, они будут с Рабаим советоваться? Они будут с Рабаим считаться? Они возьмут себе новое кладбище и откроют? Они скажут, ну что, носки? А что было бы, если на самом деле бы в носках похоронили? Сколько Ашкенадзе, они не только в носках, они в костюме хоронят, они его нарядно делают. Я почему-то думаю, что этот рассказ doesn't make any sense. Мураб, работай. Значит, мы возвращаемся к нашему вопросу. Если брат поклялся, что он больше на лицо своего врага, брата смотреть не будет, и этот брат умирает, и этого живого брата, который поклялся не смотреть на лицо брата, его позвали, чтобы он на глаза брата насыпал песок, и чтобы повращался с ним. Может ли он посмотреть на лицо брата или нет? Когда евреи вышли из Египта, Бог сказал, вы сейчас видите египтян, и вы больше их никогда не увидите в жизни. Никогда больше их не увидите. И что произошло через семь дней, когда евреи прошли через Красное море, Бог утопил этих египтян, и каждый египтян, который еврея притеснял и порабощал, море его выплюнуло на сушу, и еврей увидел этого египтяна, который его бучил, и еврей успокоился, говоря, все, уже он умер, и больше он меня никогда беспокоить не будет. Подожди, ты же сказал евреям, что больше они египтянов не увидят. Как это так, что они обратно его увидели? О, отсюда мудрецы говорят, что когда мы говорим видеть, это имеется в виду в живом виде, умерший человек уже считается другой человек, это уже не он, это только лишь его костюм. Когда космонавт поднимается в космос, он должен обязательно надеть скафандр, этот скафандр стоит 20 миллионов долларов, без него он просто умрет сразу. То же самое наше тело, это наш скафандр, душа она как воздух, без тела она ничего не сможет сделать. Поэтому, когда этот брат сказал, что я на своего брата больше никогда не посмотрю, имеете в виду при жизни, а если он сказал, я ни при жизни, ни после смерти на него смотреть не буду, тогда уже, возможно, на него нельзя будет смотреть, даже когда он умрет. Этот человек, который побывал в зоопарке, только на живого слона он может произнести благословение. Когда слон уже погибает, он уже как громадный кусок мяса или плоти, уже это не считается живым созиданием, поэтому нельзя ему было произносить благословение, мощный абриот. И все равно он не должен заново говорить это благословение, он не должен больше говорить благословение, просто когда он пойдет на других животных смотреть, он может полагаться на это первое благословение, которое он произнес. Атарат Надарим и говорит Барахалаваталла, хоть даже мы Атарат Надарим говорим, что то, что мы неправильно произнесем, что Бог простил, все равно он должен отдельно раскаяться, что он произнес имя Бога напрасно. Если человек видит слона, и он не знает, этот слон спит или он мертвый, что он должен делать? Что он должен делать? Я думаю, что если слон мертвый, они его в зоопарке держать не будут. И даже если он болеет, они его там тоже держать не будут, они его отнесут к ветеринару, чтобы его вылечить. Поэтому это очень и очень редко, чтобы человек видел мертвого слона или мертвого животного в зоопарке, потому что они его там не оставят, тем более, что если есть другие слоны, там они могут от него заразиться, поэтому они никогда обычно мертвых животных там не держат. Атарат Надарим? Нет, Атарат Надарим и Атарат Кролот две разные вещи. Это человек, который поклялся, клятву это другая вещь, Надарим это другая вещь. Хотя там мы говорим, что если я поклялся, чтобы это тоже, он должен эту клятву отдельно, он должен отдельно сказать Бафируш, что я поклялся, я хочу, чтобы мою клятву аннулировали. Недар и шва это две разные вещи. Мы на этом закончим наши речи. Марухану на леулам. Амин вааме.